Всем привет! Продолжаем оформлять летнюю мастерскую. Посмотрев предыдущую серию, вы узнаете, как превратить старый ящик в яркий шкаф. А сегодня будем заниматься его начинкой. Берем обрезок вагонки и отмеряем ширину дверцы. Теперь размечаем места под отверстия для хранения отверток. Я, как всегда, несколько раз передумываю, решаю на ходу, сколько и каких отверстий делать, в каком порядке и на каком расстоянии. Проверяем лайфхак. Смачиваем водой обратную сторону доски, чтобы не лохматился спил. Работает! Теперь самое веселое. Будем сверлить много отверстий. Теоретически я представляю как. Но на практике посмотрим. Намечаю центр. Поехали! Легкотня. Задача. Теперь нужно извлечь серединку, а она намертво глубоко вошла в коробку. Вы открывали бутылку без штопора? Процесс очень похож. Попробую по-другому. Сначала пропиливаю чуть больше половины глубины, переворачиваю на обратную сторону и довожу дело до конца. Теперь есть за что зацепиться и легко вынуть серединку. Тщательно шлифуем. Для плоских поверхностей любимая шлифмашинка. А для круглых отверстий соорудим свой инструмент. На карандаш или ручку наматываем наждачку. И вперед! Только наберемся терпения, потому что отверстий насверлили много. Как приятно провести рукой по гладкому дереву. Последняя примерка перед сборкой. Ошибочка вышла. Не учла толщину стенок. Много не мало отпиливаем. Но чтобы было красиво. Еще раз примерим. Чудесно. Можно красить. Тщательно прокрашиваем многочисленные отверстия. Пока краска сохнет, займемся крепежом для дрели. Для этого отлично подойдет ручка от старой двери. Размечаем места крепления и просверливаем отверстие. У ручки только одна шпилька. Другую подберу в завалах разных железяк. Все входит и выходит. Только болтается. От алюминиевой трубки отпилим кусочек нужного размера. И наденем на шпильку. Такая проставка создает необходимую прочность. С обратной стороны ящика выступающие болты будут мешать. Поэтому высверливаем углубление. Настроение улучшается, когда все легко скручивается и встает на свои места. Заглушки не несут никакой нагрузки, поэтому их просто приклеиваем. Полочку закрепим уголками от разобранного шкафа. Проверяем высоту крепления. Все сошлось. Нашла коробочку для сверл. Красивая, аккуратная, лежит без дела. А если повесить ее на дверь, то сверла всегда будут под руками. Мне нужны два дополнительных отверстия для надежности крепления, чтобы от частого открывания коробочка не оторвалась. Полочек много не бывает, а это идеально подходит по глубине. Шкаф готов. Дверца закрывается. Замочки какие надежные, с плавным ходом. Процесс выдружения на место оставим за кадром. Трик-трак. Двери открываются. Инструменты занимают свои места. Даже шнур от дрели аккуратно спрятался. А сколько еще свободного места? Маленький бонус. Конец второй серии. Продолжение следует.